Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Фастер Ван Лайт, и мы начинаем смотреть за очередным матчем на сегодняшний второй квалификации КАОЦ Дота Кап с предзаменовым фондом в 315 тысяч рублей и финалами, проходящими с 21 по 25 декабря. Давайте я немножко расскажу по турниру, потом мы вернёмся к игре и я скажу, кто с кем играет. Вот этот кап будет проходить с 21 по 25 его мейн-часть, квалификации будут идти соответственно в течение этого времени, будет ещё у нас помимо этих 6 квалификаций, всего по итогам 8 квалификаций будет выбрано 8 лучших команд, которые собственно и сыграют на этом капе, ну и конечно же плюс 4 заинвайчные команды, которые ещё неизвестны. Ну, заинвайчные команды, конечно же, вы все знаете, я думаю, но вот пока что, к сожалению, я вам ничего сказать не могу. Ну что же, давайте перейдём к пикабанам, посмотрим кто же с кем играет, играет, кстати, у нас Гус Гейминг против кого, просто мы из прошлой трансляции помним, что у нас Гус Гейминг играют, а играют они против МБ, ну что же, Гус Гейминг у нас играют за силы. А тьмы, МБ, точнее, просто играют за силы света. Ну и что же, давайте пройдёмся по пикабанам. Гуси себе взяли Огрмага и Джиггернаута, забанили Тераксу, Варлока, Лейфстилера и Морфлинга, в то время как их оппоненты забанили, Шедл Демона от Ворди Вовера, Слардара и Вайда, взяли себе Сэнд Кинга, Оракла и Пака. Пока что вот, ну, Сэнд Кинга, Оракл и Пак, и единственное, что мне приходит в голову, это бан какого-нибудь Хускара, потому что под Хускаром, как раз таки у нас Хускар будет наваливать под Ораклом, всё это дело будет держать Пак, если что ещё влетит Сэнд Кинг. И также у Сэнд Кинга будет достаточное количество контроля для того, чтобы Хускар всех убил. И вряд ли сейчас смогут забанить Хускара, но вот я думаю, что действительно будет Хускар либо пикнут, либо забанить... Хотя, ну вот насчёт забанили не знаю, но вот Хускар бы действительно неплохо зашёл команде МБ. Ну вот взяли у нас Гуси Магнуса, в принципе, под Магнусом можно будет разваливать любого героя, к тому же это дополнительный контроль на Пака, как мы знаем, Пака без Сайленса или же без контроля. Убить практически нереально. Ну и четвёртый пик. И, кстати, да, у нас снова в каждой игре по кулдауну появляется Огрмак, и это не может не радовать, потому что это очень приятный персонаж, отличный саппорт и, наверное, один из сильнейших саппортов в доча, я бы даже сказал. Действительно, просто один из сильнейших саппортов в доча. Ну вот, к сожалению, он сейчас станет снова играбельным, и о нём все вспомнят, и его как-нибудь порежут там, снизят на 5-10% шанс каждого из мультикастов, или снова четверной мультикаст уберут, его просто в одно время убирали, потом снова добавляли. Вот, и сейчас у нас снова есть мультикаст X4, правда, там шанс сколько только с аганимом у нас, шанс X4 0-0-12,5%, но только лишь на 16-ом открывается без аганима. Ну и что же, забирают Сларка себе, ребята, из МБН. Также очень противный персонаж, и даже Магнуса на него не хватает, потому что если тот вовремя прожмёт Дарк Пакт, то Магнус ничего со своим РП Сларку не сделает. А вот Дизраптор сделает под Сатик Штормом, он сможет сделать со Сларком всё, что он хочет. Отличный персонаж, во-первых, против Пака, отличный персонаж против Сларка. И пока что, на моё мнение, гуси пока что выигрывают по пикабан стадии. Итак, МБ, пятый бан, кого же они решат забанить? Имеются два саппорта, имеется мидер, имеется керри, точнее мидер ауфлэйнер, скорее всего, Магнус. Нет, думаю, что всё-таки это мидер. Хотя, да, когда я последний раз видел Магнуса в оффлэйне, я видел Магнуса в оффлэйне, который стоял с шестым левелом на 21 минуте, он только получил шестой левел, и ни разу за игру РП не дал. А вот медовые Магнусы делают много больше всего, то есть там действительно разваливают всех. И, возможно, и этот будет Магнус у нас медовым. И сейчас нужно добирать оффлэйнера. Ну вот, сейчас-то с Магнусом у нас действительно залетает Дарксир, так что я не удивлён, что забанили. Я просто думал, почему у нас банят Дарксира с Магнусом. Но когда увидел эту комбинацию в действии, я удивился, потому что в конце концов в одном месте оказываются пять игроков. На самом деле, очень неприятно оказаться в пятером под Дизраптором. Просто даже если Магнус не по всем попадёт, то там подтянет Дарксира. И он подтянет ещё тех, кто был в ультимейте Магнуса. Которые те получат дополнительный урон, да. И Дарксир просто отличный персонаж против Сларка. Ну и что же, пятый бан от Гус Гейминг. Что же они себе решат забрать? С кем будут играть? Что же будет? Ну и что же. Очень интересна должна быть игра, потому что... Команда примерно у нас равные. Ибо в таких частях уже слабых команд не остаётся. Просто потому что... Они выиграли, сейчас скажу как минимум, сколько игр. Раз, два... Ну как минимум две игры выиграли, а кто-то и три выиграл. Кто-то кому не повезло сеточкой. Это Никс Ассасин на пятый пик для Гус Гейминг. Ну, вроде бы пик неплохой. Пик достойный. С этим пиком можно стараться что-либо делать. Есть фокус одиночной цели. Есть фокус массовых целей. Есть хороший лейнинг. Причём шикарный лейнинг. Неплохой. Задаток под Медгейм. Примерно равный лейтгейм у Гусей. И знаете... Очень-очень нравится мне пик Гусей. Просто невероятно. У них действительно очень сбалансирован. Прямо как по гайду. Сильный мидер. С сильным ультимейтом. Уфлейнер, которого сложно прогнать. И поэтому саппорты будут заняты только Никсом. Два отличнейших саппорта. Поэтому уфлейнеру противника придётся не сладко. Мид примерно на рафтах будет стоять. Потому что Магнус отличный персонаж для стояния мид. Он сейчас купит себе порманшлут. Ему запылят Тунгуса. Он возьмёт себе веточку ещё. И просто будет стоять на миду и добивать крипов. И на мидгейм есть РП, Статик Шторм и Никс. На лейтгейм есть РП, Статик Шторм и Джиггернаут. На старт игры есть Огромак. И Дизраптор. Кому же с ними в трипле стоит Джиггернаут? Но вот Алхимик сейчас всё очень сильно ломает. Потому что Алхимик очень силён. И сейчас... Вот сейчас... Даже я, наверное, отдам предпочтение теперь МБ. Небольшое предпочтение. Совсем небольшое. Прямо думаю, что... Перевешивают, наверное, знаете, как... 55 на 45%. То есть 55% на пик МБ и 45% на пик Гуси. Потому что... Ну вот Алхимик... Хотя есть чем левать Алхимика. Проблема тоже в этом. Но другая проблема в том, что... Два Кора. Два Кора имеются. Поэтому в лейтгейме будет не сладко. А заходить на хайграунд нечем. Если смогут задефить у нас МБ, то в лейтгейме будет за ними. Если Алхимик будет фармить, то опять же лейтгейм будет за ними. Стоп, куда они поставят кого? Лол. У них же есть Ларкфак Алхимик. Что это будет такое? По расстановке... Что по расстановке у них будет? Алло. Окей. Очень странный вопрос. Что же у них будет по расстановке? Давайте мы как раз таки и узнаем, что у них будет по расстановке через минуту. А пока что быстренько побежим. Что по героям пока что у нас не подключился Локтор Агар. За команду МБ будет играть в Вивил... Господи, Вивил Ту Вин. На Охимки, Парпл на Санкинге, Стресс Пак. Локтор Агар на Оракли, Минус на Сларке. За команду Джигус Гиммик играет Уфир на Дезрапторе, Свален Фейс на Никс Ассайсине, Имбо номер 4 на Магнусе, Монда Жирнаут и Икс Гитернер на Огрмаге. Ну что же. Давайте посмотрим, что по расстановке линий. Я не понимаю, что будет здесь по линиям. Это странно. Сларк, Пак, Алхимик. Только если не Пак Саппорт какой-нибудь, что с чем я очень сильно занимаюсь, то Пак может пойти в Хардлинию, Санкинг, Оракл, Саппорты, Сларк на Корп позиции, Алхимик на позиции Мидера. И это наименее наркоманский лайнап, который я сейчас придумал. А возможно, это Сларк, Оракл, Санкинг, Пак и Алхимик в Мид. Может быть, это две даблы? Может быть, это две даблы? Нет? Ну, посмотрим. Итак, разбирают тем временем у нас герои свои. Итемы. Итак, здесь у нас Дизрапта. Сразу пошел агрессивно ставить варды. Ставит очень интересный вард, который будет давать вижен по оффлейнеру. И оффлейнер, вряд ли, найдет этот вард. Да, посмотрите. В оффлейн идет у нас Пак с Сапогом, Танго, колореткой, вардом и веточкой. Здесь еще что-то мигает на лес. Ну, вот Пак ставит вард. Он спалился, собственно, на варде Дизраптора. Его сейчас постараются забить. Сразу ставится в центре вард. Ну, и Дизраптор задевардил этот вард. На самом деле, сюда варды ставить нежелательно, потому что эти варды очень-очень часто находят. На самом деле, сколько я игр смотрел, просто даже без вижена может парень подойти туда, понять, что кто-то ставил вижен. И поставить вот сюда в центре. Если бы ставили, знаете, как в старый добрый, ставили куда-то сюда, вот прям вот сюда, или нет, вот сюда вот куда-то. То есть, прям впритык к компу, чтобы не спалился, но и при этом, чтобы давал вижен. То есть, раньше у нас просто вот именно сюда осталось вард, порой просто вот в эти листочки. И все, и у тебя был вижен только на подход к твоим саппорту, чтобы тебя не охарайся. Ну что же, ладно, хватит отступать от самой игры. Также у нас варды снизу. Неплохой вард от хардлейнера. И также, такой же, в принципе, лейн вард от команды MB. Ну что же, начинается наша игра. Пошли крипы. В миду у нас будет стоять Аухимик против Магнуса. В харде за силу тьмы будет стоять Смайлен Фейс. И в изи линии будет стоять Дизраптор и Джаггернаут. А за команду ЖМБ играет Стресс на паке, на харде. В мид пошел у нас Аухимик. Так, здесь разминают тем временем у нас Аухимика. Ну и да, два саппорта. Перпл и Лакторагар. И постараются выдать Никс Ассасина. И знаете, почему Перпл? То, что он может сильно охарайсять Никс Ассасина. Так, Никс Ассасина может сейчас умереть. Никс. Ну, Никс отсюда вряд ли уйдет. У него еще Карапаси еще. Но подрубает Карапаси. Лакторагар. Лакторагар. И в итоге Карапаси спасает Никса. Через 10 секунд будет Стан. И очень хочет Перпл убить Никса. Но нет. Перпл очень много КП теряет. Но здесь просто посмотрите, что делает Экзакционер. Он просто напрягает Аухимика как просто только может. Ну и знаете, с такой игрой гуси могут выиграть вообще без особых проблем. Действительно, здесь Огрмак делает очень правильные вещи. В харде Пак стоит Страдет. Конечно, он сейчас постарается убить Уфира. Уфир. Уфир. Уфир отхиливается. Да вот это фласточки. Вторая фласточка. Боже мой. Неужели? Он отхиливается. Фласточка выживает. Боже мой Уфир. Что же он сделал? Как? Как же это было красиво? Я уже думал, что все. Ему конец. Но вторая фласточка, наверное, была от Джиггернаута. Ведь от Джиггернаута была. Да, Джиггернаута и донается о нейтральных крипов. Боже мой. Джиггернаут не поскупился на фласку. Делает ферзблаты. Окупает эту фласку. И так, Монза продолжает стоять на линии. Отличная игра. Просто невероятная игра от Джиггернаута. То есть, понимаете, здесь не только игра от Дизраптора, но и здесь то, что вложил свою фласку еще и Джиггернаут. То есть, это нужно было через контр прокликать. Пока что ты бьешь пакетча. Но на самом деле не все такое могут сделать. Действительно не все. И так у нас, вернее, Магнус продолжает стоять на миду. Ну, в принципе, он пытается восхитить крипов. Так, очередной добитый крип. Очень красивенький у него здесь есть топор. Ну и Огармак. Что он делает? То убивается. Он нейтралов. То есть, закончилась мана, убился. Ну, в принципе, правильное решение. Особо ничего он и не потеряет. Купил себе еще Виндлэйс. Будет стоять на секунд десять. И вернется с полной маной. Итак, Уфир. Уфир снова гоняет. Стрессу крайне неприятно. У него остается один Тангус. И где-то будет после Тангуса, который он сейчас съел около трехсот хп. Там продолжают напрягать Никс Ассайсина снизу. Никс. Никсу неприятно. Там по-прежнему первый ловел Сан Кинг. Так, смайлен Фейс. Карапаси нажал. И уходит под вышку. Пёрпл в итоге скалоретки артилевает себе ману. А здесь можно убить Стресса. Стресс. Стресс. Алло, Стресс, что ты делаешь? Стресс. Стресс, что ты хочешь сделать? Тебя сейчас все равно убьют. Боже мой, ну что такое было от Стресса? Что он сделал? Ну, нужно было раньше уходить с Стрессу, а не таять до конца. Конечно, понимаешь, что хотел убить. У него, наверное, были шансы убить. Подумал, что за ним не поконится Дизраптор. Но Дизраптор просто знал, куда он ушел на опыте. И очень красивая была еще игра Дизраптора. Здесь еще и Огробаффы. Так что Гитонер просто подходит, начинает устраивать Экстерминатус. Алхимику. Итак, здесь с Алхимика все сбрасывают. Лаклайрагар дает свою последнюю ману на то, чтобы сбросить Игнайт с Алхимика. Ну и продолжается игра. На поте у нас Сларк имеет топовый крипстат. Ну, почти что топовый. Они делят первое место Джиггернаутом. После них идет Магнус. В миду у него 20 добитых крипов, 16 заданайных. И потом только Алхимик с 7 добитыми крипами. Чтобы вы понимали, у Никс Ассайсина также 7 добитых крипов. Хотя его очень сильно избивают на линии. Итак, Смайлин Фейс. Смайлин Фейс за Перпом. У него нету, собственно, подкопа. Можно было среагировать на Крапасе, но не стал этого делать Смайлин Фейс. Если бы я среагировал, то я думаю, убил. Погоня за Алхимиком от Имба номер 4. Имба номер 4 сейчас убьет через 5 секунд. У нас, собственно, Алхимика. Алхимик пытается доноиться о нейтралов. Но там Шок Вейв откатился. И Магнус делает килл на, собственно, Алхимике. А что у нас в топе? В топе снова гоняют Стресса. У Стресса закончились хилочки. Стресс я не знаю, что будет делать. Он сейчас будет вынужден идти на базу. У Фира первый Тандерстрайк. И даже первый Тандерстрайк может отгонять Пакетча. Ну и что же. В Миду. Третий левел Алхимик. Просто третий левел. Его загнобили в Миду. Вот что значит загнобленный Алхимик. И знаете, что мне вспоминается, когда у нас была мета Алхимиков. Когда этих Алхимиков никто не мог контрить. Первым показал, как же контрить Алхимика, был Денти. И его великолепная темпларочка. Которая просто не давала ничего сделать Алхимику. И действительно, тогда Денти показал, что с Алхимиками можно бороться. Что это всего лишь такой же персонаж, как и остальные. Ну а потом, после этого, Алхимик стал все менее и менее популярен. И потом он был вовсе забыт. Но вот теперь снова Алхимика и заедко пикают. То есть его пикают, но не особо часто. Так, Огрмак бежит. Видит Алхимика. Просто, боже мой, как же здесь Экзактонер устраивают головную бой. Алхимику. Да какой головной? Там не только головная бой, потому что еще сейчас убьет Алхимика. Алхимика. Такая же заряда ботла. И сейчас будет у нас еще тычка. Это грану нужно было просто делать тычку. Подкоп в никуда. Тычка по Алхимику прошла. И это килл на Алхимика. Боже мой, как же здесь. Отлично. Отыгрывают гуси. Они собрались даже с прошлой карты. И посмотрите, что они делают. Это невероятная игра от Гусгейминг. Что же, Смайлин Фейс. Без очередных крипов добивает у себя под вышкой. С топориком, что интересно. Он пропускает наименьшее количество крипов. Потому что все мы понимаем, что без топорика сложно ласт хитить под вышечкой. Итак, здесь стресса возвращают. У того все еще есть лизер орб, дизраптор, хитается, стресс. Съел тангус, стресс, хитается. На самом деле просто до конца нужно идти здесь Суфира. Потому что стресс, если его не отпустит, его точно никак. Но вот стресс сам отошел. То есть Суфир просто похитался с ним до конца. Но знаете, в чем проблема стресса? У него осталось три тангуса. Если он хочет получить дальше экспириенс на этой линии, он будет вынужден тратить еще тангусы. А, и не один. Но вот он решает пойти на базу и не получит экспириенс с линией. Хотя, саппорт там покоцан. Нет, не покоцан ставится. То есть Хилин Варт и Уфир отхиливается. Там у нас за алхимиком просто фармят под вышкой алхимика. Еще и Денайт Имба. Боже мой, как же Имба хорошо играет против алхимика. Просто невероятно хорошо. Там тем временем у него в Курьере уже имеется пауэртрет. Как я понимаю, и рингов Аквила. Или это просто Рейвбенд. Или даже не его. Это даже не его в Рейвбенд. Это в Рейвбенд, собственно, Джаггернаут. Пошел в станцию. Выход на алхимика под башней. Там его выкатывают из-под башни. И убивают. Не смогли даже успеть сделать. Сфтпи. Да ладно. Возвращают пакетча на базу. Или нет. Или не возвращают. Нет, все-таки возвращают пакетча на базу. Ну что же, вообще невероятная игра от Кусгейминг. Я такой красивой игры не видел очень и очень давно. И действительно за такой смотреть очень и очень приятно. Ну и что же, имп4 продолжает добивать. Правда ему сейчас стоит сходить на базу. Он, наверное, это и делает. Ну и что у нас у Никс Ассасина? У Никса почти что 6 левел. А вот с 6 левелом может делать много грязи. Причем очень много грязи. А здесь у нас Алхимик. Посмотрите, фармит. И сейчас получит свой 6 Никс. И придет случайно проверить лица. Но здесь у нас сейд-центри, который не даст, собственно, это сделать. Итак, 6 Никс Ассасин получил. Здесь у нас Алхимик. Пытается дофармить. Пытается, знаете, Алхимика как маленького ребеночка вывезти со дна по ГПМ. Потому что пока что, действительно, это, главное, даже не его вина. То есть, вина в том, что у него такой плохой ГПМ, это не его. Это заслуга команды ГУСГЕМИНГ. Это серьезно, просто заслуга команды ГУСГЕМИНГ. Итак, ПЁРПЛ, ПЁРПЛ, ПЁРПЛ. А, ладно. Не пошел дальше Смайлен Фейс за ним. Ну, его решение. Но все равно Никс Ассасин находит у нас Уракла и его убивает. Итак, башня на миду стоит. Потихонечку падает. Итак, Смайлен Фейс, шестой левел. Добивает очередного крипа. Ну и что? Пошел врыв от Сларка на Смайлен Фейс. Он тут просто дал идеальный подкоп. И в прыжке тут я состанял Сларка почти, с которой она прыгнула. Ну, в общем, там он все очень красиво сделан. Итак, там с тем временем Уракл умирает в миду. Но он выбивает для Алхимика еще парочку крипов. А имбе просто пофиг. Посмотрите, этот магнус улыбается. Ему нравится стоять на этой линии. Ему действительно очень и очень нравится стоять на центральной линии. Алхимика вытягивают только на стаках. Если бы не было стаков у Алхимиков, у него бы было два Канетворца. Это ниже, чем у Никс Ассайсина. Там Никс Ассайсин у нас с Вендеттой. Снизу без проблем добивает крипов пока Штаракла нету на линии. Прекрасно понимает, что вдвоем с Сэн Кюнгом у нас не выгонят Никс Ассайсина с линии. Итак, Смайлен Фейс. Подкоп пошел. Сларк напрыгивает. Смайлен Фейс. Карапаси подкоп. Нажимает сразу Шадоу Дэнс. И просто-напросто Никс Ассайсин уходит в Вендетте на 40 хп. Тем временем у нас поделились Транквилы у Агра и ПТшка у Сларка. Или что там у нас принес курьер на бот. Ну, в общем, что-то принес курьер на бот. Падает вышечка в топе. Монзо ее забрал. У него уже почти... А у него уже есть, собственно, Яша. Только нужно принести эту самую Яшу. Итак, Джиггернаут. И нет, ребят, я не смотрю папичи, конечно, сори, но мне это неинтересно. И я даже не знаю, про какой вы момент. Итак. Имба номер 4. Просто у нас пока что ничего не происходило на карте. Я решил, что можно прочитать чат. В принципе, я чат действительно не редко читаю. Я могу отвечать на ваш вопрос или что-то другое. Потому что у нас... Ну, согласитесь, у нас не тысяча человек сейчас на стриме. И можно пообщаться также с чатом. Итак, Имба номер 4. Здесь Перпл рядом. Раскручивается Джиггернаут. Ну вот, Джиггернаут вряд ли здесь остановят в фарме леса. Монзо без проблем добивает крипов. На Монзо сейчас будет выход. Хотя, знаете, выход на Монзо, по-моему, такой себе. Хотя его должны убивать. Да ладно, Монзо очень больно пошел. У меня слэш. Перпл живет. Как же... Если бы там еще один удар залетел, то у меня слэш по Перпл, он потом умер. Имба номер 4 живет. Имба номер 4 погоня на его. В итоге убивают. Четвером в миду неожиданно оказались у нас МБ. Но здесь, конечно, да. Убили Джиггернаут, убили Магнус. Ничего в этом хорошего нету. Хотел я отметить, что получает экспириенс у нас эфир в топе. Но это совсем не важно. Также не особо важно, что... А, да нет. Находит, в общем, Сент Кинга. У нас Никс Ассасин сделал хоть какой-то размер Никс. Но все равно потерять двух коров в чужом лесу неприятно. Это крайне неприятно. Нельзя так больше вылазить на чужую базу. Итак, Смайлен Фейс. 12 минут игры. Счет 2-8. Это были единственные два убийства команды МБ. И проблема в том, что эти два убийства были убийства топовых нетворсов. Ну, по-прежнему нас ведут гуси где-то в 6 тысяч по нетворсу. По экспириенсу где-то около 5 тысяч. И выход в чужие леса. Вот теперь в пятером. И теперь, ну ладно, может быть даже не в пятером, в четвером. Без Магнуса. Но они сильнее в четвером троих находящихся в лесу оппонентов. Итак, Никс Ассасин спалился на варде. Ну, здесь просто на вардах спалились у нас гуси. И они об этом не знают. Поэтому главная их проблема. Сейчас могут отобрать у нас Майлен Фейс. Они должны будут отобрать Майлен Фейс. И пошел выход у нас на эфира. Пошли убивать эфира. Но здесь у нас рядом Смайлен Фейс. Подрубает свои кропасти. И понимает, что его никак не просветят. А Сентри есть. Сентри нету. Поэтому Смайлен Фейс. Уверен на себя, что так Смайлен Фейс. Выход на пака. Отличный подкоп по Ораклу. Подкоп от Санкина по двоим. Минус Огр. Минус Дизраптор. Также пытаются пробить у нас Оракла. Мог он побить Оракла с руки. Пока что на нем висел его второй скилл. Паунс по Монзи. Монзо. 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 Ну там РП. Отличный Монзо. Наваривает РП. Монзо, в конце концов, умирает. Там Пайвкоп. Но слишком поздно пришел Магнус. И минус Магнус. То есть последний Никс Ассасин. Никс Ассасин. Беги. Никс. Ну и Никса, вряд ли, тоже здесь отпустят. И немножко ГУСИ закидывают. И неужели это камбэк от МБ. Раскатывается эпицентр. Просто эпицентр вкастовать. Зачем это сделал у нас с Пёрпл? Я не знаю. Про что я хотел сказать. Все мы знаем, что на юнитах, на которых не действует Блэйд Фьюри, прибивают с руки. То есть поэтому именно Джиггернаут при раскрутке, допустим, мы часто это видим. Просто я вам сейчас приведу пример из вашей последней жизни тут. Или как вы видите сейчас на турнирах. Вот у нас был момент, когда Джиггернаут крутился и бежал за Ораклом. То есть я в этом не уверен, но это всего лишь теория. Когда Джиггернаут крутится и бьет Тавар, Тавар неуязвим к магии. Поэтому проходят тычки. Где-то я в почтном-то слышал, что если юнит неуязвим к магии, то Джиггернаут бьет его с руки, а не с Блэйд Фьюри. Собственно, это работает у нас с любыми Таварами. Работает ли это с Ораклом или любыми другими? Иммунитетами к магии, к сожалению, я не знаю. И, скорее всего, после этой игры, если у нас будет минутка, я, наверное, это протыщу. Но уже, правда, вы это не увидите. Это я сделаю закрыто. И на следующую игру отвечу. Ну, или если кто-нибудь сейчас вас знает, то в чатике вы можете, соответственно, написать. Это я прочитаю. И я думаю, что всем в чате это стало интересно. Потому что я точно где-то видел, что если юнит неуязвим к магии, то Джиггернаут бьет Блэйд Фьюри с руки. Итак, здесь середина Алхимик. Выход на Никса. Никс. Ну, вот Никс старается как-то убить Оракла. Но Оракл таки выживает, хотя его возвращает. А вот теперь Оракла убить можно. Оракл живет. Подкоп пошел от Сенкинга. И отсюда никуда не уйдет Никс. Хотя Никс. Ну, Никс опять подкоп будет через 5 секунд. Также баночка накастовывается уже с Малин Фейса. Итак, пошли Карапаси. Через 5 секунд будет подкоп. Ставится у нас. Отличный этот шторм. О, Алхимик, который не дает пройти вместе с его статикфилдом. Ну и что же? Никс, кстати, он все еще живет. Пошел подкоп. Какой же там, я говорю, подкоп. Но там у нас Иллюзер Орб залетает прямиком от Пакетча. Также сейчас можно умереть. У нас Алхимик. Алхимика всего лишь Армлетов Мордиган. Размен 2 в 1. Возвращают у нас Оракла. И убивают. Пак хочет залететь. Но, по-моему, не стоит ему это делать. И, я не знаю, густи проигрывают файты в пятером. Стоит ли им сейчас драться или нет. Очень спорное решение. Скоро появится, кстати, Монта Стайл. Джигернаут не хватает. Ему совсем чуть-чуть для покупки этого артефакта. Не хватает еще порядка 100 золота, наверное. Но вот можно подбить тир-1 тавор. Но пока что нету двух игроков из команды МБ. Ну и что же, Джигернаут фармит лиса. Потихонечку совсем подфармливает все, что может. Так, Монза ломает сентри. И пошел фармить лиса. Тем временем тут Никс Ассасин девятого левела. Почти что с Аганимом. У нас теперь модно собирать на Никса не Дагон, а Аганим. Потому что Аганим действительно больше импакта вносит. Во-первых, это регенерация ХП и МП достойная. Во-вторых, это увеличение всех способностей. Это еще лучше, чем Линза. Пошли досты. Пытаются пробить Никса. Ставится Дримкоил на Никса. Все с него снимают. Подкоп пошел. И Никс. Никс Карапаси включает. Хорошо. Подкоп теперь пошел по раку. Там терение у нас сложается Сларка против Дизраптора. Пытается как-то помочь своему тиммейту Джиггернаут. Также у нас остается один Огармаг. Но Огармага вряд ли это отпустит. Потому что сейчас еще придет Сларк. Его подцепит. Хотя нет. Тут у нас варты. Не ускорялся. Сларк когда находился в темноте. То есть не было тумана войны для Сларка. В котором он бы хилялся и ускорялся. В итоге теряют всего лишь одного Дизраптора. И отпускают Огармага с линии. Там тем временем у нас фармит Алхимик. Фармит он собственно Чужие Леса. И здесь его вряд ли сейчас найдут. Про него забыли. То есть его ненавидели. Первые минут 12 игры. Просто действительно ненавидели Алхимика. У меня другого слова нет. А вот сейчас про него просто-напросто забыли. Остаются буквально копейки Алхимику для Рейденс. На самом деле тысяча золота для Кор-персонажа. Это, так скажем, деньги небольшие. Но вот для Алхимика это деньги еще меньше. Итак, у нас Монза забирает Рошана со своей командой. Собственно достается ему Аегис. Там сразу Имба пытался улететь. Кстати, у нас у Имбы имеется сабля. Это Магнус с выходом в автоатаку. То есть он тоже будет бить с руки. Итак. Имба. Полетел в топ Джиггернаут. Ну и кстати, да. Джиггернаут с бафом Магнуса очень сильно дамажит с любой сборкой. То есть я знаю стандартную сборку Джиггернаутов. Типа Монтостайл, Диффуза, Скади. И обычно в такой сборке не хватает димиджа Джиггернаута. Как раз таки отсутствие димиджа восполняет Магнус. И тогда под бафом Магнуса Джиггернаут действительно силен со своей сборкой. Потому что он очень-очень статовый будет. У него будет сплэш. И он будет много дамажить. И у него будет много его белого димиджа. Именно белого димиджа. А как мы знаем, баф Магнуса дает дополнительный урон. В зависимости от его белого димиджа. Ну что же. Монзо фигачит Тауэрд со своими тиммейтами. И потихонечку его забирает. Появляется даггер у Магнуса. Ну вот даггер один из ключевых артефактов на этом персонаже. Там теория неужели пойдут на хайграунд. Неужели идти на хайграунд? Да, они заходят на хайграунд. Видимо почувствовали свою силу. Но давайте посмотрим насколько они были правы. Насчет своей силы залетает туда пак. Ну там Магнус Джиггернаут абсолютно пофиг на это. Он сейчас если что раскрутится у нас. Вот если бы все по таймингам сделал Дезераптор. То... Хотя нет. Там никак не вернуть было пакича. Я что-то совсем забылся. Что там на 5 секунд нужно было подождать. Так что пака который ворвался и улетел. Никак не вернуть было. Ну и что же. Алхимик. Ну Алхимик все это отпушит. Алхимика появился Радианс. Конечно это очень поздний Радианс. Потому что у нас обычно на 20 минуте появляется какой-то уже третий слот. Десять цепляют Магнуса. Магнус пытается уйти. Дремкуем просто в никуда. Подкидывается у нас баночка на самого Алхимика. Алхимик без ультима. Это можно драться. Вгазается Сларк тем временем в МП номер 4. Пошло на РП. Отличный РП от МП номер 4. И там еще разкастовывает Эпицентр свой Синкинг. Минус Алхимик. Минус все. Боже мой какая шикарная была игра от МП номер 4. Будет бы казалось что плохая позиция для него. Но нет. Также Перпл. Минус у меня Слэша. Минус 4 в размен на одного Магнуса. Боже мой шикарная игра. Еще и возвращает у нас Оракла. Это минус 5. Это фулл 5мен Тимвайп. В размен на одного Магнуса. Боже мой как же шикарно сыграли с Гусис. Это статик Шторм. И потом РП как же выждал момент. У нас МП 4 он не стал париковать. Он отошел и нажал одну кнопку. Шикарная игра от Гуси. Действительно очень и очень красивый момент. Ну что же. Монза нарезает крипов. Решает пойти по топу. А почему бы собственно и нет. Прикосит уже у нас Джиггернаут. Джиггернаут первый по Нетворцу. А мы сейчас посмотрим что там будет по графикам. Как только у нас все зачтет. То есть и хайграундские постройки. И собственно все остальное. Теориене пытаются выбить Аегис у нас из Джиггернаута. Нажимает БКВ и угрызается в Алхимика. Но решает отойти. Ну в общем. Мне кажется сейчас в 7500 по золоту будут лидировать. А по экспириенсу в 2500 даже у нас. Посмотрите МБ. На некоторое время отыгрывались. Преимущество из 2 Аегис. Остается 2 минуты. Пошелся у нас подкоп оценки на Перпл. Перпл. Перпл подкапывают. Перпл пытается захилить. Там терение БКВ. Ну Монзо решил отойти. Итак. Бафает у нас имба Монзо и отходит. Так. Что у нас еще? Монзо видится со Сларком. Точнее просто Сларк его только видит. А Монзо к сожалению не видит Сларка. Монзо. Сларк. Грызается в эфира. Уфир. Сатик Шторм. Можно постараться забрать Сларка. По Сларк пошел в стан. Там еще и Пак вылетает. Пытается Сларка захилить Сларк. Сларк сейчас видите умрет. После. После ультимейта Оракл. Он тот нажимает свой ультимейт в Шедл Денте. Отхилиться нет. Отхиливается. А снова отличная стяжка. Там БКВ номер 4. Там минус 1. Минус 2. Минус 3. Боже мой. Как же град густей остается вдвоем живы. У нас МБ. Нужно убить Сентхинга и Пака. Какая-то будет сложно сделать. Но там откличный подкоп от кучки Никса. И боже мой. Это снова Full 5 Man Team Vibe. Это серьезно полное вытирание пяти мужчин. И как же здесь искусно играет кучка на Никсе. Он просто этот подкоп по двоим. Вон она села огонима на Никсе. Просто взял с кучки подкоп по двум. В итоге этот подкоп сейчас позволил выиграть еще один замес. Быстрее. Так бы может быть какой-то размен был. Но вот то его не последовало. И что же продолжается у нас игра. До сих пор не могут спушить Тироген Тавар в топе. Потому что очень быстро рессуются у нас МБшки. И просто фармят. По золоту уже преимущество будет около 10 тысяч наверное. По экспириенсу 367. И Монт заходит еще на хайграунд по центральной линии. До сих пор у него даже не выбили Аегис. Но и люди потихонечку избивают Тавар по 8 хп за удар. Заканчивается собственно у Джиггернаута Аегис. 4300 у него имеется. И сколько там стоит скадя? Сколько стоит скадя? Ну там тысяч пять-шесть где-то. Я просто помню. К сожалению я не играю на кор-персонажах. Потому что для игры на кор-персонажах нужно серьезно убить свою жизнь на доту. Но в принципе для любой хорошей игры нужно убить свою жизнь на доту. А я к сожалению убиваю тоже на доту. Но немножко на другое ответвление. И так Джиггернауту не хватает 1000 золота до его заветного артефакта. И так Сларк. Сно Сларка здесь убивают. Но там Сенткинг подкуп по трогим. И сразу пошел ответный стан. У нас по Сенткингу Пёрпл. Пёрпл сейчас будет у нас умирать. Пёрпл должен подкапывать. Пёрпл. Ну Пёрпл живет. Здесь у нас пытается отхилить его позже. Ну и как же больно Ораклу. Минус Оракл. Пошли Диффуза на Алхимика. Алхимик. Минус Алхимик. И по-моему это ГГВП и выигрывают у нас Гузгейминг. Действительно отличная игра. Но пока что ГГВП не прописывают. Там просто выжигают всю ману у нас паку. Минус пак. Пытался сделать как-то Магнус. Ну и это минус сторона. И сразу принимаются за центральную линию. Не добивая. Рейнджовые бараки на топе решают просто забить и перейти на мид. А там как раз сейчас вторая линия будет падать. Ну что же. Две казары мы милищников забрали. И это знаете действительно достойно. 23 минуты не прописывают ГГВП. И прописывают у нас МБГГВП. Подкоп пошел по Сенткингу. Это был знаете эпицентр почета. Так сказать как бывает. Курп почета. Эпицентр почета последний. Эпицентр в игре. Ну что же ребят. Спасибо что смотрели. Мы скоро вернемся. Как у гусей появится оппонент. Не знаю что там по сетке. А если что спрашивать я в чате отвечу. Ну а я ухожу на рекламную музыкальную паузу. Если что. Сейчас оставлю свою группу.